Здравствуйте! Нам нужно, используя метод выделения полного квадрата, решить уравнение 4х в квадрате плюс 40х минус 300 равно 0. Давайте перепишем это уравнение. 4х в квадрате плюс 40х минус 300 равно 0. И в первую очередь нам нужно избавиться от этой четверки перед х в квадрате. Мне больше нравится, когда здесь коэффициент единицы. Поэтому давайте разделим обе части этого уравнения на 4. Делим все на 4. Вот это мы делим на 4, это, это, и 0 мы тоже делим на 4. Мы всего лишь разделили обе части уравнения на 4. В итоге мы получим х в квадрате плюс 10х, и мы имеем полное право делить на 4, так как на 4 мы делим и левую, и правую части уравнения. Мы никак не меняем равенство. Итак, плюс 10х… 300 разделить на 4. Давайте разделим в столбик. 300 разделить на 4. В 30 4 содержится 7 раз. 7 умножить на 4 равно 28. Вычитаем. Остается 2. Сносим 0. В 20 4 содержится ровно 5 раз. 5 умножить на 4 равно 20. Вычитаем. Нет остатка. 300 разделить на 4 равно 75. Минус 75. И это равно 0. Можно, конечно, попробовать разложить этот трехчлен на множители, но в задании сказано применить метод выделения полного квадрата. Очевидно, что это не полный квадрат. Если мы 10 разделим на 2, то получим 5, а 5 в квадрате – это 25, а не 75. Следовательно, это точно не полный квадрат. Поэтому нам нужно как-то так преобразовать это уравнение, чтобы в левой части все-таки получился полный квадрат. Но сначала давайте избавимся от 75 в левой части уравнения. Конечно, можно 75 оставить и здесь, но мне все-таки хочется перенести 75 в правую часть. Итак, прибавим 75 к обеим частям уравнения. Тогда в левой части останется только х в квадрате плюс 10х. Минус 75 и 75 в сумме дают 0. Здесь мы оставляем немного места. И это равно 75. Вот такое уравнение мы получили. Теперь давайте посмотрим, что будем прибавлять, чтобы получился полный квадрат. Нам нужно прибавить какое-то число к обеим частям уравнения. Только к одной части мы прибавить не можем. Все, что мы делаем с одной частью выражения, мы должны проделать и с другой. Значит, нам нужно прибавить к обеим частям такое число, чтобы в левой части в итоге получился полный квадрат. А как нам найти это число? Мы уже много раз это делали. Чтобы получился полный квадрат, нам нужно коэффициент перед х разделить на 2, возвести в квадрат и прибавить к левой части. Это и будет третий член трехчленов. Коэффициент перед х равен 10. 10 разделить на 2 – это 5, а 5 в квадрате равно 25. Значит, мы прибавляем 25 к левой части. И, конечно же, чтобы равенство оставалось равенством, нам нужно 25 прибавить еще и к правой части. Все, что мы делаем с одной части уравнения, мы должны проделать и с другой. Теперь в левой части у нас полный квадрат. Сумма каких двух чисел равна 10, а произведение 25? Это 5 и 5. Тогда в левой части мы можем записать х плюс 5 в квадрате. Это то же самое, что и х плюс 5 умножить на х плюс 5. Если вы запутались, то я предлагаю посмотреть вам видео о разложении на множители. И если вы возведете в квадрат х плюс 5, то увидите, что получится точно такой же трехчлен. И это равно 75 плюс 25, то есть 100. Итак, что-то в квадрате равно 100. Когда мы говорим, что-то в квадрате равно 100, это означает, что это что-то равно 1 из корней квадратных из 100. Мы знаем, что у 100 есть 2 корня квадратных. Это 10 и минус 10. Следовательно, мы можем сказать, что х плюс 5 равно 1 из корней квадратных из 100. Значит, х плюс 5 равно плюс-минус корню квадратному из 100. Или же это равно плюс-минус 10. Мы можем разбить это уравнение на 2. х плюс 5 равно 10. Или х плюс 5 равно минус 10. В первом уравнении мы можем отнять 5 от обеих частей уравнения. Отнимаем, и получается, что х равен 5. Во втором уравнении мы тоже отнимаем 5 от обеих частей, и в итоге получаем х равен минус 15. Таким образом, это два решения квадратного уравнения. Можно проверить, на самом ли деле эти два значения удовлетворяют уравнению. Подставим 5 вместо х. Мы проверим только один корень. Второй же вы проверите самостоятельно. Итак, 4 умножить на х в квадрате, т.е. 4 умножить на 25 плюс 40 умножить на 5 минус 300, должно быть равно 0. 4 умножить на 25 – это 100, а 40 умножить на 5 – это 200. И отнимаем еще 300. А 100 плюс 200 минус 300 на самом деле равно 0. Значит, значение х равен 5 действительно удовлетворяет уравнению. А вот что касается второго значения, я больше чем уверена, проверка подтвердит, что и х, равный минус 15, тоже удовлетворяет уравнению. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч!